Андрей Ливонович Шляхов Доктор Данилов в ковидной больнице Анотация Когда коронавирусная пандемия докатилась до Москвы, доктор Данилов стал заведовать реанимационным отделением в 88-й московской больнице, перепрофилированной на лечение ковидной инфекции. Разумеется, без приключений не обошлось. У Данилова по-другому и не бывает. Как обычно, в этой книге два главных героя — доктор Данилов и учреждение, в котором он работает. Не вставая с любимого дивана и не испытывая никаких неудобств, вы узнаете о ковидной больнице все, что хотели знать, но боялись спрашивать. «Данилов с нами!» Коронавирус не пройдет. Мы победим! Царица грозная, чума, теперь идет на нас сама и льстится с жатвою богатой. И к нам в окошко день и ночь стучит могильной лопатой. Что делать нам? И чем помочь? Александр Сергеевич Пушкин. Пир во время чумы. Даже мелкая букашка может погубить благородного мужа, если правильно выберет время и способ. Конфуций. Из неопубликованного наследия. Ясное дело, все события вымышлены, все совпадения случайны, а за их количество автор никакой ответственности не несет и нести не может. Глава первая. Главное, чтобы костюмчик сидел. «Держите шапочку, Владимир Александрович. Вы хоть поспать-то смогли?» Ну, вроде того. Урвал пару часиков. «В кабинете нельзя отдыхать, покоя не будет. Надо домой, то есть в гостиницу. Вот респиратор. Даже если через несколько часов сюда, все равно нужно выспаться в спокойной обстановке». Ага. Спокойной. Усмехнулся Данилов, прилаживая респиратор на лице. С такой-то слышимостью выспаться можно только с затычками в ушах. А заведующий реанимационным отделением себе такой роскоши позволить не может, потому что ему в любой момент могут позвонить из отделения. Сосед справа храпел, как беременный слон. Выражение из арсенала Полянского, лучшего друга и одного из лучших диетологов Москвы. Слева и ночью, и днем, это уже как график совпадал, кипели поистине африканские страсти. Данилов дожил до седых волос, многое повидал, но наивно считал, что столь яркая физическая любовь с такими воплями, стонами и рычаниями бывает только в порнографических фильмах. Оказалось, что жизнь похлеще любого фильма. И ведь не скажешь же «Эй, вы там, давайте потише» и в стенку не постучишь. Ведь люди шумят по весьма уважительной причине. Вот уж действительно, не было счастья, да несчастье помогло. Раньше двум врачам 88-й клинической больницы, у которых кочегарился служебный роман, приходилось встречаться урывками, потому что у обоих семьи. А сейчас всех бойцов ковидного фронта расселили по гостиницам, чтобы они домой заразу не таскали. В результате чего стало возможным все свободное время проводить вместе, не опасаясь каких-либо осложнений. Медовый месяц, можно сказать, у людей. Только вот хрен заснешь под такое. К рапу еще можно как-то приспособиться, потому что он ритмичный и при определенном настрое даже убаюкивает. А к любовной сиренаде никак. Да и мысли определенного свойства в голову лезут под эту сиренаду. Жену уже три недели не видел. Заодно и прогуляться надо свежим воздухом подышать. Респиратор в порядке? Тогда надевайте перчаточки. — Вы, Елена Борисовна, в детском саду. Никогда не работали? — Работала. Довольно долго. Только не в детском саду, а в психоневрологическом интернате. — А почему, — спросили. — Вы все действия проговариваете. Так обычно делают те, кто с детьми работает. — Если вам мешает, Владимир Александрович... — Нисколько не мешает. Я просто проверил свое предположение. — У меня мама тоже так делала. Она педагогом была. — Тогда держите костюмчик. — Главное, чтобы костюмчик сидел. Сплыло вдруг из глубин памяти. Фразу Данилов помнил, а вот откуда она — нет. — Что это? Переутомление или начинающаяся деменция? — А вот тебе. Данилов мысленно показал деменции Кугиш и вспомнил Шерлока Холмса, который принципиально запоминал только то, что нужно для дела. — Я вот никак понять не могу, — рассуждала Елена Борисовна. — Если вирус через кожу не проникает, то зачем вас этим обмундированием мучают? Почему нельзя в робе работать при очках и респираторе? — Тогда бы с нас кожа бы слезла. — Данилов мало что ненавидел сильнее, чем защитные комбинезоны. Но понимал, что без них не обойтись. — Так мы на выходе костюмы антисептиком обрабатываем. А то бы пришлось и мыться. Ходили бы все в экземе. Всех выходящих из красной зоны, где коронавирусы властвовали безраздельно, первым делом опрыскивали антисептиком, запах которого вызывал у Данилова стойкие ассоциации с запахом жидкости для омывателя стекла. Антисептику полагалось содержать не менее 70% спирта, а спирт сушит кожу, так что лучше все же работать в костюмах, чем без них. И вообще, все познается в сравнении. Когда становилось не в моготу, Данилов вспоминал трехкилометровый кросс, который он пробежал во время институтских военных сборов в общевойсковом защитном комплекте. Июль жара, на тебе кроме формы надет тяжеленный плащ из прорезиненной ткани, на голове противогаз, на ногах чулки поверх сапог, на руках перчатки, на шее автомат. И бегом, на время, по пересеченной местности. Вот это был настоящий ад. Палитру пота после кросса из каждого сапога выливали. А сейчас... Сейчас, по крайней мере, потеть приходится меньше. Да и присесть иногда получается. А сейчас все в апрелости ходят, особенно те, кто памперсы носит. Елена Борисовна вела себя как портной во время примерки. И подаст, и надеть поможет, и одернет, и завязочки завяжет. А после отступит на шаг и полюбуется тем, как, ладно, костюмчик сидит. Это же ужас. Под комбинезон еще и памперс. Памперсы в красной зоне или просто зоне носили многие. А что делать, если во время шестичасовой смены костюм снимать нельзя? И выходить из зоны тоже нельзя. Страдали, конечно. Многие не могли приучиться делать это в памперс в здравом уме и трезвой памяти. «Идиоты!» — смеялась безбашенная доктор Мальцева. «Вы лучше подумайте о том, как отвыкать станете. Засрете и засыте всю больницу». «Мы не доживем до того, чтобы отвыкать», — отвечал на это доцент Стахович, подразумевая, что пандемия — это почти навсегда. «Если есть какие-то запреты или ограничения, то без глупых шуток не обойдется». Доктору Пак в столовой во время обеденного перерыва кто-то подлил в кофе мочегонного. Памперсов Пак не носит, потому что этот девайс совершенно не увязывается с образом роковой красавицы. Пришлось ей выбыть из строя на целую смену, о чем старшая сестра Гайнулина тут же доложила главному через голову заведующего отделением. Ход мыслей Гайнулиной Данилову был ясен. Заведующая временный, на ковидный период, а она постоянный сотрудник, так что ей за порядком и следить. В принципе, логично, но все равно субординацию нарушать нельзя. Так Данилов старшей сестре и объяснил. А Пак отмазал от выговора, на который так щедрая местная администрация, всячески пытающаяся сэкономить на выплатах, премиях, надбавках и вообще на чем только можно. Объяснил ситуацию, пообещал найти шутника и вообще усилить контроль. А дура Пак с какого-то перепугу объяснила это заступничество романтическими чувствами, которые якобы испытывает к ней заведующий отделением и теперь просто проходу не дает. Хорошо еще, что живет она в другой гостинице, а то ведь... Ой! Сам Данилов памперсов не носил, а старался перед сменами меньше пить. Ну и вообще, работа на скорой быстро вырабатывает в человеке сверхтерпеливость, которая сохраняется на всю жизнь. Черт! Петелька, которую нужно надевать на средний палец для фиксации рукава, держалась, что называется, на соплях. Это рвалась сразу же после того, как Данилов за нее потянул. Ой-ой-ой! Всполошилась Елена Борисовна. Снимайте этот костюмчик, Владимир Александрович. Я вам сейчас другой дам. Прошу прощения, в первый раз вижу такое. Впредь буду проверять. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!